Водоканал Половина сооружений была запущена в 1984 году. Вторая половина еще раньше, в 1972. Их состояние Александр Афанасьев оценил как пограничное между рабочим и аварийным. Мы проходили между отстойника, который уже в 2017 году вставал. Те металлические конструкции, которые можно было посмотреть на старых отстойниках, они полностью были разрушены и находились в самой чаше. То есть приблизительно в таком же состоянии находится все оборудование очистных сооружений города Сергеев-Пасад. Оно, безусловно, поддерживается силами Водоканал в рабочем состоянии, но все-таки оно требует замены. Ремонт очистных планируют в ближайшие годы. Сергеев-Пасад вошел в федеральную программу сохранения и предотвращения загрязнения реки Волга. Казалось бы, у города нет ничего общего с матерью русских рек. Но именно в Волгу впадают сергиев-Пасадские сточные воды после прохождения длинного пути от реки Кончура через Таргошу, Ворю, Клязьму и Аку. Все в мире взаимосвязано и качество стоков, которые сбрасывают очистные сооружения города Сергеев-Пасад, напрямую влияют на качество воды в реке Волга, которая является одним, я бы сказал, из национальных символов Российской Федерации. В связи с этим на уровне Российской Федерации была принята программа очистка и предотвращение загрязнения реки Волга. То есть в рамках этой программы выделяется финансирование на исключение возможности попадания в притоки реки Волга, в саму реку Волга, каких-либо загрязняющих веществ. В том числе и на реконструкцию вот таких очистных сооружений, подобных очистным сооружениям, которые находятся на территории нашего города. На 2019 год запланирована разработка проекта реконструкции очистных сооружений. Стоимость проектирования порядка 76 миллионов рублей. Основная сумма будет выделена из федерального бюджета. Сергеев-Пасадская казна выделяет менее 4 миллионов. С 2020 года планируют начать работы по строительству новых объектов и реконструкции старых. Большая часть средств на эти работы также поступит из федерального бюджета. На очистные сооружения водоканала поступают сточные воды из Сергеева-Пасада, Скорпусковского и Березняковского поселений. В среднем за сутки через оборудование проходят 40 тысяч кубометров воды. Первый этап – приемные камеры. Из данной приемной камеры сточные воды по трем каналам поступают на механическую очистку, на станцию решеток. После этого начинается процесс так называемой механической очистки воды. Сначала поток проходит через решетки с механическими граблями, которые отсеивают крупный мусор. Затем вода отправляется в песколовки. С помощью скребковых механизмов из нее вылавливается весь песок, который складируется на территории очистных. Его используют здесь же, для хозяйственных нужд. Затем воду отправляют в отстойники. Большая часть оборудования работает с 1972 года. Следующий этап – биологическая очистка воды. Существующее очистное сооружение рассчитано на полную биологическую очистку. Биологическая очистка осуществляется с помощью активного ила. Активный ил – это скопление микроорганизмов, способных сорбировать на себе загрязняющие вещества и окислять их в присутствии кислорода воздуха. Биологическая очистка осуществляется в железобетонных резервуарах, так называемых аэротенках. Здесь вода проводит около 20 часов. Затем ее отправляют в контактный резервуар, где вода насыщается кислородом, обеззараживается и отправляется в кончуру. Новые реконструированные сооружения будут водить в эксплуатацию поэтапно. Коммунальная работа такого масштаба проводится в Сергиевом Посаде впервые. Пока оценивать, во сколько пойдет с реконструкцией очистных рано, но счет идет на миллиарды рублей. Анна Спиридонова, Евгений Шевченко, Тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова